Добрый день! Сегодняшняя тема у нас Мавзолея Ленина. Современное здание, в котором тоже хранится мумия, как в египетских пирамидах. Мавзолей Ленина построен в виде ступенчатой пирамиды. И эта идея родилась спонтанно, мгновенно. Когда Ленин умер, архитектору было велено буквально за три дня придумать и построить сооружение. Вот это был первый мавзолей, который сделал Алексей Щусев. За три дня была собрана вещь и она уже имеет вот такие ступеньки, как у Вилонского зекурата. И после был построен уже более мощный мавзолей, потом он был заменен на гранитный спустя шесть лет. Но ступенчатая форма сохраняется. Ступенчатая форма, так его называют, зекурат. Зекурат, стоящий на Красной площади. И вот эта вот форма позволила этому мавзолею стать очень-очень мощным зданием. Если мы посмотрим с птичьего полета на Красную площадь, то увидим, что мавзолей на самом деле очень-очень крошечный. Легитские пирамиды у нас были самые большие, а здание мавзолея маленькое. Тем не менее, несмотря на то, что он гораздо меньше исторического музея, из Павской башни, покрова, что на Орву, он занимает очень мощное видное место. Во-первых, благодаря центральной симметрии, как бы поперечной оси. Он стоит на маленькой оси и сразу его хорошо видно со всей площади. Во-вторых, потому что он сделан из натурального камня. Он гранитный и это тоже сразу придает ему мощности. Но форма очень-очень важна, потому что вот эта форма древней пирамиды сразу напоминает о чем-то значительном. Практически о вещи, которая одна из самых больших вещей. То есть эти древние пирамиды это крупные вещи. И форма пирамиды сразу отсылает к очень важному сооружению. И вот это вот все превратило мавзолей Ленина практически в идеальный пример того, что архитектор может небольшое здание разными способами сделать очень значительным. Что размер это не самое главное. Что можно сделать так, что небольшое здание будет занимать важное место. Вот тут интересная штука, потому что египетские пирамиды они гладенькие. Гладенькие действительно пирамидки. А мавзолеи у нас зекурат. Зекураты вавилонские никогда не были похоронными сооружениями. То есть за эти тысячи лет потихонечку у нас уже смешались великие пирамиды с зекуратами. Ну что-то пирамидальное, огромное из древнего мира подходит для захоронений. Очень забавно, потому что форма пирамиды, форма зекурата действительно у нас ассоциируется с захоронением. Достаточно часто встречаются всякие мавзолеи, усыпальницы, надгробия. Вот такой вот пирамидальной ступенчатой формы. Но кроме значения погребального у нас с вами пирамиды еще ассоциируются с хранением. Потому что мумия фараонов в египетской пирамиде должна была не просто быть там похоронена, она должна была сохраниться такой, как при жизни. Для того, чтобы фараон в древнем царстве мог продолжить жизнь в своем теле. То есть это не просто похороны, а именно хранение. И в этом отношении эта пирамида, которая сделана у Лувра, которая точно тоже половиночка Октайдера, как и великие пирамиды в Гизе, она идеально попадает в этот образ хранения важных древностей. То есть она идеальный вход в музей с точки зрения, что здесь как много тысяч лет будет храниться неприкосновенный фараон, так и здесь у нас в музее будет храниться нечто ценное в течение долгого времени. Такая у нас витаминка сегодня получилась про использование пирамид сегодня, причем маленьких пирамид сегодня. Но вот так получилось, форма пирамиды до сих пор очень-очень мощная. Форма пирамиды имеет очень много смыслов, благодаря, конечно, египетским пирамидам и их значениям в нашей культуре. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.